Добрый вечер Добрый вечер Я хотел бы поговорить о жизни, о адаптации к нынешней ситуации людей с темным цветом кожи Но это могут быть русские, африканцы, просто африканцы, которые каким-либо образом оказались здесь Это могут быть любые национальные меньшинства в нашей стране Но давайте не будем через чур широко сейчас брать Очевидно, вы пришли, потому что этот вопрос касается вас непосредственно Да, разумеется Вы и есть, скажем так, русский африканец Да, я русский африканец Ну, то, что называется полукровка, я считаю себя русским Мой отец африканец из государства Ганы Народной сашанцы Собственно, покинул Россию, он до моего рождения Знаю я его только по фотографиям Ну, какое-то время вот велась переписка Закончилась она где-то через года три после его отъезда Какие у вас отношения с матерью? Замечательные Вы никогда не ощущали чувства, ну, я не знаю, может быть, не гнева, но Какой-то обиды на нее, что она лишила вас отца Насколько я знаю, хотя об вас-то я не знаю, но мне кое-что написали Ваш отец уехал в Гану и звал с собой ее, так это или нет? Да И она отказалась поехать? Да, ну, тому были веские причины Так вот, у вас нет и не было ли вот этого чувства, что все-таки Она лишила вас отца? Возможно Да, наверняка было в детском возрасте Боюсь, что мне навряд ли удастся сейчас это точно воспроизвести Но, ну, да, было наверняка, конечно Обида была А не было ли... Вы никогда ее не спрашивали? Вот, или вернее, скажем так, она никогда вам не объясняла, почему вы не белый? И вообще, вот, эту ситуацию, в которую вы попадаете со всем ребенком, не знаю, ходили ли вы в детский сад или нет, ну, явно, если ходили, то сразу там это вы почувствовали Ну, простите, это не требовало объяснения, поскольку я знал, как выглядит мой отец Все же объясняет Вы себя считаете русским? Да Вы родились в России? Да, я родился в России, в Москве Очевидно, не все вас считают русским Ну, речь, собственно, идет о, скажем, назовем это бытовым расизмом Вот то, что вот на улице, в метро Это происходит ежедневно, ежечасно, постоянно К сожалению, наша соцпропаганда создала некий тип меньшого брата, знаете, который беспомощен, которому нужно оказывать постоянно какую-то помощь идеологическую и материальную, которые не могут освободиться от гнета капитализма То есть немножко недоразвитые Да Позвольте обратиться, во-первых, у нас есть эксперты, психологи, есть у нас свежая голова, то есть человек, не имеющий отношения к психологии непосредственно Что вы можете сказать, вот, по поводу услышанного, вообще, какие у вас мысли возникают? Наличие самого факта неприятия человека, ну, с другим цветом кожи или вообще национального меньшинства, оно действительно столь универсально, что даже странно было бы пытаться с ним что-то делать Ну, то есть, логично пытаться с ним бороться, но вот, как я понимаю, насколько я знаю, вот та же Америка с ним борется очень-очень давно И там исключила из своего лексикона слово негр И, тем не менее, реально преодолеть это не смогла В чем вы испытываете, вот в чем ваше конкретное, вот это вот, ну, что ли, стресс, давление, неприятие? Вы не могли бы мне просто дать конкретный пример? Ну, например, сказать, третьего дня, к примеру, вот произошел такой-то случай, просто чтобы дать понять, о чем вы говорите А, ради бога? Да Ну, вот, собственно, такой обычный бытовой случай Переходят дорогу люди, на край сверху, хотя машин нет Он стоит в постовой, ГАИ, вылавливает меня из толпы людей И что же он там говорит? У него вполне нормальная, конкретная цель, вот, для его работы, для этой ситуации, то есть, получить там свою мзду, там, свои деньги Да, но поскольку, поскольку с деньгами у нас не сложилось, не получилось, он мне сказал такую интересную фразу Гнать бы вас всех отсюда Я спросил, кого? Всех Вот, и тут он, видимо, потихоньку просто стал понимать, что что-то не то, какая-то странная ситуация Ну, в принципе, понятно, кого это Да, понятно Желающие есть? Да, пожалуйста Сейчас и... Да Прошу вас, встаньте, пожалуйста Позвольте, я представлюсь Меня зовут Фарид Каюми Я иностранный гражданин Я бы сказал, что, опять-таки, это не общее мнение От этого можно избегать Не сталкиваться с подобными людьми Ибо я считаю, что любое проявление национализма Кого-то считает хуже, кого-то считает лучшим Это не что иное, как эмоции, не что иное, как отсутствие разума А если разумно рассуждать, и вы столкнетесь с умными людьми, образованными людьми, с интеллигентными людьми Они, пожалуй, с вами будут общаться совершенно спокойно А для того? Да Вы сказали Насколько я помню, мне посоветовали общаться с умными и интеллигентными людьми Что же замечательно Я, собственно, постараюсь следовать этому совету Но дело в том, что, вот, как бы, ситуация несколько иная Я, да, мне кажется, что рассказанная Аликом история Рассказанная, что, вот, милиционер говорит Вы бы такие, как вы, лучше бы вы отсюда убирались Это он не искал встречи с этим милиционером Это не то, что он хотел с ним общаться Но это то, с чем он сталкивается Это не значит, что каждый день и постоянно Но достаточно одного такого столкновения Чтобы почувствовать себя, как мне кажется, неуютно Когда мне было шесть лет Я помню, ко мне подошел Подошли два мальчика Старше меня на улице И спросили меня А ты еврей? А я не знал, что это такое Это было в Нью-Йорке? Да, это было в Нью-Йорке Я это запомнил на всю жизнь Хотя тогда я не понимал, что это Я не знал, кто я и что я и так далее Я не задавался этим вопросом Вот точно так же у вас что-то было такое Когда вы стали задаваться вопросом А кто я? Видите ли, дело в том, что Это не просто далось Мне ведь было несколько сложнее Осознать себя русским И в конце концов утвердиться в этом Вот вы знаете, было так Значит, был образ негра В кинофильме «Цирк» Когда от черного отца У белой американской актрисы Рождается маленький ребёночек Которого преследует страшный Американский или немецкий расист И весь цирк, состоящий из советских людей Спасает этого маленького мальчика И поёт ему колыбельную Советская мелодрама А второй образ Это был Пол Робсон Совсем не небеспомощный Большой, красивый С великолепным голосом И я очень хорошо помню Как в Советском Союзе К неграм заранее относились хорошо Правда, их не было Вот и... Так что же случилось? Что случилось? Они появились Вы-то сами Я возвращаю этот вопрос Да У вас есть Вот вы ощущаете Какой-то Я не знаю, как это назвать Неприятен Чувство превосходства Опасное Чувство опасений И так далее По отношению к какой-то группе Не к отдельному человеку Просто конкретному А именно К некой национальной Или расовой группе Думаю, что нет Думаете? Да Я объясню То есть Происходят Какие-то чисто Подсознательные вещи Когда Ловишь себя На том, что Да, в самом деле Чувствуешь какую-то неприязнь У человека Высшие животные По-моему Это Какие-то вот Чисто животные Рефлексы Понимаете? Я обратил внимание Что многие Вам не кажется, что вы напрасно Животных-то обижаете? Я у животных не наблюдал Никогда Расовых Там пристрастий Национальных Ну Волк Плохо может быть Нет Он к зайцу хорошо относится Потому что это его обед А так, чтобы Вот Это не животные Это сугубо Человеческое чувство А я объясню, в чем дело Ну Был проведен какой-то опрос Там Нескольких молодых людей Там Это было в некоторых передачах Это Все было посвящено Межнациональной проблематике И Чаще всего Я слышал Такие ответы Что мне Неприятно Когда человек С темным цветом кожи Там Обнимается Белую девушку Там Или идет рядом с белой девушкой Ну Вот как вы это объясните Скажите Если бы можно было Да Вы бы хотели стать белым? Нет Я комплексами Майкла Джексона Не страдаю Я за чем Я хочу быть таким Вот Как и меня создал Господь Бог Несмотря на То что Вас Все таки Полностью не Воспринимают Или не принимают Ну видите ли Ну внешне Оно Собственно Не Не опровергает Внутренней сути Но Бог с ним А то я себя считаю Да Русским Как уже было сказано Вы себя считаете русским Да Так Хорошо Аудитория Зал Да Прошу И кстати говоря Кто-нибудь здесь Ну только так В открытую давайте Не согласен с Аликом Кагалангид Что он русский Кого-нибудь смущает Что он это утверждает Вас это смущает Я к вам подойду Я к вам сейчас подойду Да Пожалуйста К сожалению Скажем так Что Чаще всего Значит дети Приходится Детям Расплачиваться За ошибки Родителей Но Вот что самое главное Не это Я хочу сказать Что Россия Есть Но не такой Чтобы агрессивное Отношение Лично к нему А это просто Взаимоотношение Скажем Населения Миграционно Переползающее В нашу Россию Ведь Миграция Как всегда Как уже известно Она приносит С собой Во-первых Воины Она приносит Болезни И еще не до конца Изучено Вот это Генетическое Взаимоотношение Значит Скажем Людей Черного континента С нашим Российским Населением Ведь если Так скажем Дальше Это все будет Там через поколение Через два Через три Возможно Это принесет Новые болезни Новые вирусы Неизученные И так далее Я хочу сказать Что на самом-то деле На самом-то деле И психологически Он страдает И в общем-то Не потому Что он Черный А потому Что он Иммигрант Фактически Значит В нашей стране Он присутствует И Не находит Он Значит Посягает Как бы На нашу Национальную культуру На наших женщин На наше На все На наше И мы не против Него самого Но раз ты пришел Как скажем Единственным экземпляром На нашу российскую землю Перебью вас на одну секунду Почему вы говорите Все время мы Может вы от себя Будете говорить А почему же нет Я говорю от российского народа От всех Скажем Не обязательно От русских Я говорю И от тех людей Которые Постоянно живут В России Зал согласен От вас всех Говорит Вот видите Нет Что же Все тут не русские Нет Я хочу Все-таки Сказать Что я с удовольствием Я подскажу Что допустим Вот моя рекомендация Такая Что Значит Если приходит Человек Скажем С другого континента Он родился здесь Другой национальности Он должен воспринимать Прежде всего Нашу культуру Он не воспринимает Он только по-русски и говорит Он учился у нас Он не Вы говорите на Каком-то другом языке Практически нет Ну хорошо Допустим так Но и к Пушкину Тоже значит Относится Нет Александр Сергеевич Тоже ведь иммигрант В этом смысле Да нет Ну вы же Прослушали что я сказал Он же еще Генетику с собой Несет другую Ну так же как Александр Сергеевич Нес Ну это не совсем положительно Понимаете Это не совсем положительно Потому что через 200 Скажем 300 лет Если будет существовать дальше То неизвестно Я вам говорю Сейчас вы Представляете Что сейчас какие Вирусы уже новые Помимо СПИДа Сейчас есть вирусы Такие очень серьезные Которые многие Даже не подозревают Появились Именно Вот я вам даже скажу При миграции Населения Появилась Щума При всех миграциях Только всякие эпидемии Получались Никто об этом не знает Именно при многочисленном Перенаселении Народов С одних стран Другие Хорошо Спасибо Значит я Садитесь пожалуйста Я так полагаю Что слово расист Это не есть оскорбление А есть определение Да Так что вы не будете Обижаться И скажут Что вы расист Нет Ну расист Да Да Минуточку Кто Где-то еще есть желающие Да И кстати Что вы ответите А Вы то как На это Высказывание Ну во всяком случае Довольно таки Любопытный взгляд Честно говоря Расиста Вирусолога Я вижу в первый раз Это Любопытно Вот А потом я Не совсем Собственно Понял Что же я Психологически Страдаю Я не страдаю Нет Вы страдаете От того Что Собственно Вы потому и пришли Как я понимаю Что все таки Вы страдаете Испытываете Неудобства Не знаю Как это сказать В чем дело Испытывать неудобства И страдать Это разно Во первых Ну и кроме всего Относительно Смешение Рас Они Смешиваются Постоянно И очень давно И Собственно Пора бы уже знать Да Пока Насколько нам известно Чистых Уже нету Видимо Нет нигде Ну может быть Какие-нибудь Племена в Амазонке В глубине Там Лесов Да Вам хочется что-то сказать Да пожалуйста Мыслов действительно много Ну прежде всего Что действительно Алик оказался Достаточно сложный И в общем Пока еще не стандартный И редкий Для нашего общества Все таки ситуации Поэтому В этой ситуации Сложные вещи И для него И для всех тех людей Которые его окружают Потому что действительно Проблема Взаимодействия С людьми Другого цвета кожи Для нашей страны Это относительно Новая проблема Вообще говоря Если так говорить На секундочку Перейти Так сказать В некоторые абстрактные категории То это проблема Взаимоотношений с чужим Человек С другим цветом кожи Это так сказать Видимое проявление чужого А чужого Чужое Для людей Очень часто Непонятно В силу этой непонятности Страшно И поэтому Уже в силу этого Вызывают какие-то Негативные вещи Страшно Да Пугает что-то Пугает Да Скажите пожалуйста Почему предрассудки Я их так буду называть Хотя Алик называет это Некомпетентностью Но я Просто мне проще Оперировать этим словом Почему предрассудки Существующие в Америке Где существование Чернокожего человека Это абсолютно Ну Давно Имеющее место явление Предрассудки Совпадают Например Неприятно мне Белому мужчине Видеть как Черный мужчина Обнимает Белую женщину Это американец вам скажет Наравне С русским А американец скажет Что черные Трусливые Но коварные Это же вы услышите Здесь От них плохо пахнет Это же вы услышите Здесь Значит при всей непривычности Предрассудки Полностью совпадают Именно точные Да Я думаю что Чтобы вкратце Ответить на ваш вопрос Можно сказать еще раз Что проявление Расовых предрассудков Есть проявление Универсальных страхов Перед чужим Это зримое Проявление чужого Между прочим Я бы сказал Что Алик Находится еще Более сложное положение Потому что Он все таки Только наполовину Черный То есть Он ведь находится Где-то посередке Да В этом смысле Я не знаю Вот Вы имеете ввиду У него же мать русская Да Как я понял Да Мать русская Отец Африканец То есть В каком-то смысле Может его положение Еще более сложное Потому что он находится На границе И в каком-то смысле Не полностью Продолжить ни к тем Не другим Да Пожалуйста Когда вы иллюстрировали Проявление некомпетентности Вы сказали О образе Мужчины Темного Который обнимает Белую женщину Владимир Владимирович Продолжу этот ряд И Контакт шоу Понарастающий Неприятен Запах Неприятное Объятие Неприятно Все формы Взаимодействия Близкого Взаимодействия И Мне кажется Здесь мы Выходим на Такую Тему Что Отталкивающим Является не просто Чужой Представление Предросло Что отталкивающий Не просто чужой А чужой Находящийся В интимном контакте И Реакция милиционера Гнать бы вас Отсюда Это реакция На Бессознательный Страх Именно интимного Контакта А не всякого Контакта Вот такой Вот взгляд Как вы думаете Любопытно Замечание То есть Реакция Милиционера Как боязнь Интимного Контакта Меня это Просто Пугает Очевидно Вы Человек Сдержанный По крайней мере Пока что У меня такое Ощущение Даже может быть Немножко Флегматичный Либо вы Очень хорошо Себя держите В руках Но хочу Вас спросить А у вас Не было Никогда Желания Взорваться Ну От Несправедливости Того Что только Лишь от Того Что цвет Вашей Кожи Другой Ведь Вот если Сказать Вот этим Всем людям И телезрителям Отвернитесь И определите По говору Кто этот Человек Ведь никто Ж не скажет Чернокожий Никто Абсолютно Так Значит Русский Совершенно Очевидно Вот у вас Никогда Не было Вот этого Желания Просто Заорать Я не знаю Ну Ну Взорваться И вообще Взрывались Да Взрывался Были Такие Ситуации Но Дело В том Что мы Уже Говорили О Определенном Уровне Где Присутствует Некомпетентность Но Есть И другой Уровень Где Существует Вполне Осознанно Националистская Фашистская Вот Отношение Таким Вот Людям Как Я Общаясь Такими Людьми Пожалуй Было Нечто Похожее Такие Ситуации Происходили Как С белыми Националистами Или Скажем Фашистами Так И с черными Вот Были Такие Ситуации То есть С черными Фашистами Ну Очевидно К вам Проявлявшие Своё Отрицательное Отношение Неприятие Да Неприятие Потому что Черная раса Избранная раса Мулаты Это патология То есть Расы Не должны Смешивать То есть То о чем Говорил В данном случае Эксперт Что как раз То что вы Как бы Не чистый Я Ставлю слово В кавычках Потому что Чистых вообще-то Нет Но То что вы Не чистый Черный Как бы Это тогда Ими Вменяется Вам Вину Как бы Да Ну да Хорошо У свежей головы Нет пока Желания Я бы хотел Чтобы действительно Этой проблемы В России Не было Но она есть Проблема Расизма И проблема Фашизма Это действительно Страшная Может быть Самая страшная Проблема Сегодняшней России Расовая И национальная Нетерпимость Национальная Она всегда Расовая Потому что Когда национальность Объявляется Расой Тогда И рождается То что Назвали В Италии Фашизмом И То Чего я Больше всего Наверное Боюсь В нашей жизни И в нашем Будущем И Я боюсь Что Мы Здесь Вам Но вы Нам Помочь Можете Белая Америка Не могла Помочь Черной Америке Но Черный Пастор Мартин Лютер Кинг Помог Не только Черной Но Белой И может быть В первую очередь Белой Америке Ну можно Очень простой Тест Тут провести Кто-нибудь Из Здесь Сидящих Белых Я называю Это условно Конечно Хотел бы иметь Черную Кожу Да ну-ка Ну-ка Сейчас я к вам Подойду Да Прошу вас Выскажите Художник Я встречался С этим вопросом Лет так Двадцать пять Назад Я был Старостой группы Я в институте Учился У меня были Два африканца Кстати Они меня научили Говорить слово Африканец А не негр Я Знаю опять же Маяковского Да будь я и негр Я так к ним Обращался Мои друзья Кстати Вот Они говорят Слушай Мы знаем Что ты хороший человек Только говори Что мы не негры А мы африканцы И объяснили разницу Говорит Из Америки Это дело идет Там негер Оскорбление Вот Поэтому Говорит Лучше называй нас африканцами Поэтому я называю африканцами Я с ними бывал в бане Красивые люди безумны Поэтому Начали побыть даже в этом Девушки безумно красивые И я думаю Что мы бы с вами Та же кстати Вас В черный цвет Преобразить Вы будете очень Скульптурно смотрятся Как бронзовые Национальное Сейчас может стать Острее С одной стороны Но в то же время Прилив сюда Людей Из других регионов Может оказаться Что действительно Мы начнем Привыкать Понятно Значит вы должны Очевидно быть Оптимистом Так я понимаю Потерпите Говорят У меня есть сомнения Было сказано Всколь Что вот Мы расисты Так Да Ну дикие В том смысле Что Просто еще не Мало видели Таких Ну а потом будем Расистами Очевидно Цивилизованными Вы вообще болеете Скажем За какой-нибудь Вид спорта Вы вообще увлекаетесь Хотя бы как зритель Каким-либо спортом Там хоккей Или футбол Или баскетбол Я не знаю Баскетбол NBA это красиво Минуточку А вот когда играют Российская сборная Вы Про себя У вас есть ощущение Это играет нашей Да Конечно То есть Это играют ваши Так сказать Да Да У вас нет Здесь ощущения Вот NBA Кстати Где Подавляющее Большинство игроков Чернокожие Подавляющее И самые лучшие Буквально единицы Белые американцы Остальные все чернокожие Так вот У вас нет Когда вы смотрите Их игрочущие Ну Какое-то чувство Ну скажем Даже гордости Что это Все-таки В какой-то степени Мои Ну Разумеется Есть Куда ты Конечно есть Нет Почему Видите ли Это по признаку кожи Вы чувствуете Вот скажем Я когда смотрю Как играют Скажем Футбол немцы Они белые Я не говорю Ух это мои играют Никак Хоть у нас одна Один цвет кожи Но значит Для вас все-таки Цвет кожи Здесь Играет какую-то роль Ну конечно Это объективно Это выходцы Из Африки Несмотря на то Что я считаю себя русским Но Тем не Я афро-русский Понимаете Вы свою африканскую Как бы Ну я не знаю Как бы ее назвать Прививку Ваше африканское Нутро Вы ощущаете С чувством Гордости Я не отвергаю ее Вы женаты? Да Женаты Кто ваша жена? В смысле Вас интересует профессия Она русская? Нет А кто она? Казашка Казашка? Казашка У меня есть Замечательный ребенок Надеюсь Его не будут Уже волновать Вот эти вот проблемы Почему вы На каком основании Вы надеетесь? То вы просто Надеетесь Рейтинг африканцев И Афроамериканцев Растет То есть Соотношение Постепенно меняется К лучшему Знаете Ко мне иногда Подходят на улице И спрашивают Как пройти Скажем На Красную площадь А как же А что ж Потом вдруг смотрят И говорят Извините Я Ну как Ведь Вы Нет Нет Ну что же Тут начинается речь Тут я объясняю Как пройти Не говорят Что Ну вы знаете Вы для негра Замечательно говорите По-русски Такого нет Не бывало так А это Зависит От Внимательности Того С кем я Общаюсь То есть иногда Не видят Иногда Не видят Ну да 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 Я это понимаю Просто До потрясающих вещей Ну например Потрясающий вечер Скажите Я был челноком Я вот решил Сделать такой Свой мальчик Вы были челноком Был челноком Русское дело Конечно Да Русское дело Да Ну ну Значит Реализовав Свой товар Я вот гулял По Варшавскому Стадиону А Там мне торгуют Спиртным А мне очень хотелось Пивом Было жарко Вот хотелось Пиво Испортился Стран Я ничего не нашел И в конце концов У меня еще не нашлось Из зажигалки Ну и стоит Какой-то Поляк Продает Что-то там Сигареты Вот Зажигалки Спички Вот Ну я Резко Значит Отдаю деньги Там прошу У него Причем По-английски Спросил Спички Вот Он мне протянул Спички Я смотрю Вижу Наши советские Спички Он на меня смотрит Так улыбается Ласково Говорит Ваши Непонятно Действительно Он меня вычислил Вы пришли Давайте Это повторим Чтобы сказать Что Я думаю Что Нашей стране Нашему Обществу Будет Нанесен Огромный Вред Если Ну какие-то Может быть Шовинистические Настроенные Круги Оттолкнут От себя Массу Людей Которые Считают Себя Если Не Русскими То Какой-либо Каким-либо Образом Причастными К русской Культуре Стремящимися Созидать Русскую Культуру Вы В принципе Довольны Что Вы пришли На эту Передачу Теперь Ближе К концу Ну во всяком случае Я чувствую Что аудитория Меня понимает Ну раз так Может быть Снимите маску Видите ли Я думал Об этом И Мне казалось Что Это В самом деле Это логичный Конец Всего этого Действа Но С другой стороны Мне Хотелось бы Чтобы Была Прежде всего Заинтересованность Проблемой А не Конкретной Личностью Значит Не снимите Я не хочу Привлекать К себе Излишнего Внимания Пусть Оно Фокусируется На проблеме Значит Нет Хорошо Тогда Спасибо вам Вы можете Идти Спасибо Что вы пришли Спасибо вам Прошу Спасибо Аудитории Всего доброго Будем надеяться Что Мы Помогли Алику И надеяться Что Алик Помог Не нам Не только нам Но и вам Зрителям До свидания Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ